Кто из нас не любит острое, друзья? Я. Я, честно говоря, вообще не фанат острого, но, тем не менее, по долгой службы нужно пробовать всякие разные острые штуки, потому что, ну, во-первых, нужно все в жизни попробовать, а, во-вторых, потому что вам на это интересно смотреть, и поэтому у меня сегодня в руках есть вот такая дикая штука, которая называется Сюад Ля Фен. Сюад Ля Фен. Простой, но при этом упаковка выглядит довольно дорого. Но по цвету картона и, судя по всему, по вот этой иблеме я могу сказать, что это сделано из переработанных материалов. Короче, это не какой-то там доширак, который делается из пластика или из чего? Из чего делается доширак? К слову, если вас интересует страна происхождения этой лапши, то она не японская. Это китайские иероглифы, и приехала она из Китая. Судя по всему, Сюад Ля Фен это либо какой-то регион в Китае, либо это непосредственно сама лапша. Ну, типа, знаете, бывает там рамен, удон, там вот это, и Сюад Ля Фен это вот одна из них. Честно говоря, в интернете очень мало информации про эту лапшу, и все, что я смог найти, то, что это острая и кисло-сладкая картофельная лапша, которая, собственно говоря, и называется Сюад Ля Фен. И это популярное сычуанское уличное блюдо. Короче говоря, в руках у нас сейчас сычуанский стритфуд быстрого приготовления. Смотрите, по рецепту все очень просто, замешать специи, залить кипятком и непосредственно готово к употреблению. Внешне упаковка выглядит очень круто, действительно, дьявольские рисунки предупреждают о том, что это действительно остро. Смотрите, перчик чили нарисован и руккола. Это же, это же руккола. Я не уверен, что внутри будет руккола, но то, что будет острый перец, это прям 100%. Еще очень важный момент это состав. Опять же, у нас все иероглифы на китайском, но тут не трудно догадаться то, что в составе есть 4,5 грамма жиров, 24 грамма белка и 20 грамм углеводов. Это, соответственно, 8% отсуточной нормы, 40 и 7. А вот нижняя, смотрите, 3 и 4 грамма, 171%, я даже не знаю чего. Возможно, это процент боли, который мы сегодня получим, типа 170% отсуточной нормы боли. Но это для Китая, я думаю, что для России этот процент будет больше. Короче, вскрываем. Дальше у нас, ого, нифига себе. Зацените, смотрите, раз специя, два специя, три какая-то штука, четыре какой-то, очевидно, сычуанский соус, еще одна специя, еще специя и в комплекте есть маленькая вилочка. И не просто вилочка, а на посмотрите, хопа, это складная вилка, нифига себе технологии. Ну и дальше у нас идет непосредственно лапша, как я понял, записание картофельное, хотя больше похоже на рисовую. Ну, типа такая, знаете, обычная полупрозрачная рисовая лапша. Но, что удивительно, смотрите, она отдельно запечатана в пакетик. Надо было, наверное, сказать о стоимости. Такая лапша в России стоит в районе 450-500 рублей. И, ну, честно говоря, за вот такую порцию лапши это многовато. Но, с другой стороны, посмотрите, как здесь много специй. Первым делом мы добавляем сюда нашу лапшу, она практически не покромсалась. Вот так вот туда запихиваем. Дальше давайте разбираться со специями. В первую очередь у нас идут сушеные овощи и какие-то там внутри семечки, похожие на жареный кунжут. Ну, или что-то типа такого. Возможно, это даже семена льна, я не знаю. Здесь все по-китайски, ничего не понятно. Короче, просто засыпаем это внутрь. Дальше у нас идет очень интересный пакетик, друзья, потому что, смотрите, он просто металлизированный. И здесь нет вообще никаких обозначений. Совершенно непонятно, что нас будет ждать внутри. Давайте его вскроем и попробуем. Ну, по запаху. И на вкус похоже... Не буду лукавить, похоже на обычную приправу из куриного дошика. Опять же, засыпаем ее сюда внутрь. А вот дальше начинаются непонятки. Допустим, вот это. Что вот это такое? Похоже на какие-то маленькие макаронины, которые свернули и засушили. Но, честно говоря, я такие вот... Я сколько лапши перепробовал, такую штуку я вообще вижу впервые. Все это у нас отправляется внутрь. На самом деле, даже на вот этом этапе наполнения, зацените, уже выглядит дорого-богато. Но это у нас, друзья, еще далеко не все. Потому что я более чем уверен, что самое интересное нас ждет вот в этих пакетиках. Они выглядят прям реально ядреными. А еще плюс у нас есть вот такой белый пакетик с иероглифами. И тут вообще может оказаться все, что угодно. Судя по всему, это китайский язык. Поэтому включаем переводчик, наводим камеру и давайте попытаемся узнать, что нас ждет внутри. Так, выделяем наш текст. Текст перевелся у нас не совсем корректно. Но, судя по всему, внутри у нас находится арахис. Интересно, почему все у нас запечатано в прозрачной пакетике. А вот арахис решили запаковать именно вот так. И да, друзья, внутри у нас, смотрите, арахис, но не обычный, а как будто бы с какими-то острыми специями. Опять же, все это дело у нас направляется внутрь. И у нас остается два соуса. Но вот этот, судя по всему, соевый. Он, смотрите, такой коричневый, полупрозрачный. Вот в уголке, да, если его как бы вот так смять, он прозрачный. Я ставлю на то, что это обычный соевый соус Открываем его И да, это обычный соевый соус Опять же, все это дело у нас отправляется внутрь Ну вот, слушайте, честно говоря Вот даже сейчас по внешнему виду Мы еще даже не заправили эту лапшу водой Выглядит очень сочно, очень нажористо И мне кажется, что это очень сытно Ну а у нас остается самый основной ингредиент Судя по всему, тот самый сычуаньский соус Ну, конечно, вряд ли, что это тот самый сычуаньский соус из реки Ворти Ну посмотрите, как он ядренно выглядит Он прям реально выглядит острым Я его еще даже не пробовал Но, друзья, мне, честно говоря, уже страшно Да, друзья, я не ошибся И чувствую, что мне надо было приготовить какие-то пути отступления Ну, там, хотя бы запастись молоком, йогуртом, мороженым, я не знаю Потому что эта штука даже пахнет очень остро Выдавливаю ее, смотрите, до последней капли Чтобы полнотой вкуса, так сказать, насытиться 500 рублей, друзья 500 рублей мы отдали за вот эту штуку Надеюсь, то, что не зря Ну, вы знаете, к чему я хотел докопаться? К вилочке Да, она крутая, да, она складная Это реально прям высокие технологии Я не знаю, ее разрабатывали в Сколково Или там в китайском аналоге Сколково Это круто, но Я все-таки сторонник того, что Китайскую, японскую, корейскую лапшу, неважно Ее нужно есть палочками И вот тут у меня возникает вопрос Почему в комплект просто не грудят палочки? Логично то, что палочки большие Ну, то есть, такие палочки в упаковку Мы никак не поместим Но, что я хочу проверить? А возможно ли Есть такую китайскую лапшу Нестандартными палочками, да, вот эти стандартные палочки Я не знаю, сколько они Ну, сантиметров, наверное, 15, да, в длину Если мы укоротим их в два раза Они же могут поместиться в упаковку И вот у меня вопрос Почему китайцы, японцы и прочие азиаты Не кладут в упаковку Деревянные палочки? Просто берем вот так и ножом для хлеба Пилим их пополам И вот у нас готова Раз палочка И теперь нам нужна вторая палочка Такой же длины Делаем вот так насечку Ну и типа вот, смотрите У нас получаются мини-китайские палочки Ими также удобно есть Выглядит это, конечно, довольно нелепо Но согласитесь, что это выглядит не более нелепо Чем маленькая пластиковая вилка Такой вилкой, откровенно говоря Есть не очень удобно Но опять же, когда там ешь на коленке Тоже самое дешерак Да, эта штука очень сильно спасает Но, смотрите, китайские палочки Они отлично поместились бы вот сюда в упаковку Да, вот сюда вы их положили Также запаковали Отлично, круто, аутентично Почему так не делают производители лапши? Я не знаю Вот это было бы прям очень круто Тем более, ну, за 500 рублей у нас элитная лапша У нас там внутри арахис Неужели сложно было положить? Укороченные мини-палочки Я не понимаю Я вот сейчас нюхаю Похоже, знаете, на запах Копченых сосисок Или вот охотничьей колбаски Вот что-то такое Но, правда, я сомневаюсь То, что в Китае есть охотничьи колбаски Поэтому, скорее всего, запах меня обманывает Короче У нас есть упаковка У нас есть чайник Заливаем все это дело кипятком Думаю, что это максимум минуты на две Потому что лапша прям очень тоненькая Полупрозрачная Вот так все это дело залили Зацените, как это нажористо выглядит Это реально как самый полноценный обед Как минимум, арахис, который добавляется в лапшу И, честно говоря, я вижу впервые Дальше накрываем все это крышкой Из переработанных материалов Опять же, смотрим на вот это лицо Которое предупреждает нас о том Что у нас, смотрите, огонь будет идти Не только изо рта Но еще и из глаз вместо слез В общем, друзья, ждем пару минут Я собираюсь с мыслями И чувствую, что это будет самая острая лапша Которую я когда-либо Не только пробовал Но еще и видел Потому что, честно говоря На это даже смотреть больно Игры на себе уностры Ты ее хочешь попробовать? Нет, спасибо Нет, нет Я тебе сейчас на, просто соус Еще пока не заварилось На На, просто облизни Это, знаете, такая острота Не то, что больно Слушай, правда острое Охренеть Очень острое Это просто вот соус Который был на кончике вилки Ух У нас тут соус немножко прокапал Я чувствую, руками его лучше не трогать Вот так салфеточку И ну ее нахрен, короче Она сейчас сама возгорится Я не знаю, друзья Из чего эта лапша сделана Что такое сычуанский стритфуд И почему Морти так нравится Или Рику Рику, да? Рику нравится сычуанский соус Я не знаю, почему Рику так нравится сычуанский соус Но я более чем уверен, что в мультике не настоящий Сычуанский соус Потому что иначе бы У него был бы огонь из глаз В том количестве, в котором он употребляет Черт возьми, на что мы подписались Это же даже не челлендж Его даже мне никто не кидал Это просто наша инициатива Взять и попробовать Вот этот вот Суан-ля-фен Тут же все рисунки говорят о том, что не надо Опасно для жизни Что ж, друзья Прошло 2 минуты Давайте посмотрим, что у нас там получилось Ого! Я думаю, что у нас заварилось Посмотрите! Офигеть! Вот эти непонятные свернутые макаронины Превратились в итоге Это, знаете, что-то похожее на капусту Надо ее потыкать Ну да, по внешнему виду Слушайте, это похоже на Как будто бы Стручки капусты Или чего-то такого Но консистенции непонятно Одно я могу сказать точно На вид Эта штука Очень острая Ну, во-первых, потому что Мы уже буквально капельку соуса попробовали Во-вторых, помните То, что лапша у нас была белая И прозрачная скорее Да, теперь у нас, смотрите Она стала такого Кислотно-красно-желтого цвета И прям видно Кусочки перца Или что это, я не знаю Ну, короче, лапша уже теперь Точно не прозрачная Я не знаю, друзья Я боюсь это есть Реально, мне вот от одного только вида Уже хочется страдать от боли Того, как у меня все внутренние органы Сгорают изнутри Капец, вы посмотрите Это просто квинтэссенция остроты Даже на внешний вид Но Чего откладывать неизбежно Все равно я буду страдать от боли Давайте попробуем для начала Просто отдельно лапшу В этом сычуайском соусе Лапшичка так-то вкусная Не сказал бы, что она прям Ядрёно-острое, но Тем не менее, не подпирает То есть Стакан молока Я бы рядом с собой С собой поставил Блин, нет Все-таки это острое Кого я обманываю? Пока меня еще кофейки накрыло Я беру свои Маленькие азиатские палочки Это еще двойной челлендж Мало того, что это остро Сука Мало того, что это челлендж Самим собой Насчет острой еды Которую я не люблю Я еще и специально для себя Создаю неудобства И ем это Миниатюрными китайскими палочками Какого черта Я так люблю боль Я хочу очень попробовать Вот эту штуку Блин, они выпадают у меня из руки Очень хочу попробовать Вот эту штуку Которая похожа на капусту Или непонятно, что вот это такое Такой пласт Не совсем понятно Что это По-моему, это сделано из теста Но не знаю Откровенно говоря, друзья Это далеко не первая лапша Которую бы я хотел Доесть вместе с бульоном Но Ради вас Ради шоу Я хочу съесть ее полностью Хотя Мне уже очень больно Если даже не брать в расчет Что она острая Она вкусная Она очень пряная Она очень насыщенная Я не знаю, что это за специи Но они прям, знаете Как фейерверк у меня во рту Разгрываются, серьезно Но это еще-то очень остро У меня слезы огненные Еще пока не идут По лицу у тебя точно красный Слушай, а нету В Москве какой-то службы Доставки молока Что мы сейчас позвонили Я там привезли молоко Я чувствую, что нужно Тебе уж точно не доставят Не успеют Самое главное, знаете что Острота не такая Как когда ты ешь перец Какой-то острый Там табаско и прочее Она Она немного другая Она, знаете, как будто бы С перечной мятой Или что-то такое Как будто бы Концентрация Острой перечной мятой Вот так бы я это назвал Битое стекло Которое залили кипятком Лапша ведь у нас стеклянная Вот она как будто Реально там не из риса Из муки Или чего там в нее делают Как будто бы Из стекла ее сделали Азиатный, черт возьми Зачем? Просто Зачем? Я все еще не попробовал Арахис Он тоже, смотрите Полностью покрыт Этим острым соусом Ну В принципе такой орешек Нормальный под пиво Под пиво было бы идеально Но у нас, черт возьми Даже пива здесь нет Почему мы не подготовились? Друзья, можно я продолжу Есть эту вилку? Я не могу У меня уже пальцы все Смотрите в соусе И они тоже потихоньку Обжигаются У нас есть салфетки Реально хотя бы Просто вот соус Вытереть с рук Потому что Если я сейчас Случайно протру Этим соусом глаза Я чувствую, что мне просто капец Вы же понимаете, друзья Что просто так Я бы этим заниматься не стал Мне в руки попала Вот эта лапша Судя по всему Изготовленная в аду Никакой там Сычуан Это вот реально Продукция из ада Она мало того, что острая Она еще блин и горячая А еще здесь очень сильно Ощущается какая-то приправа Типа кинзы Или чего-то такого Я даже не знаю Как это все называется Но вы прям видите Да, что здесь есть зелень Ее прям реально много Каждый раз я ее зачерпываю И она далеко не самая вкусная У меня нос У меня нос стало Вы слышите? У меня аж нос От остроты заложило В общем, смотрите Лапшу я уже всю выел Там остались вот эти Небольшие штучки Которые до сих пор Не понимаю, что такое Это вроде капуста Вроде нет Короче, осталось Самое основное, друзья Это бульон И сейчас я собираюсь Сделать самую безумную вещь То, что я не люблю Больше всего Острую продукцию Острый соус Острые бульоны Я выпиваю, друзья С вас за это лайк Просто обязательно Чтобы, если я сейчас умру От этой остроты Чтобы хотя бы лайк стоял Чтобы хоть не так было обидно Я как будто бы пью жидкую лаву Это лава Сука Он все знал Он предупреждал Мы его не послушали Но у меня все еще остался бульон Смотрите Нужно его допить Всего, друзья Коробка пуста Вы можете заметить То, что там Осталось огромное количество Перца И всякой острой херни Но большая часть из них Все-таки Попала в меня У меня нос заложило У меня Очень давно От табаско соуса От Каролина Риппера Так нос не закладывает Как у меня заложило Вот сейчас Один единственный вопрос Который я хочу задать Производителям Демонам Которые производят Эту лапшу Зачем? Для чего? Да Я согласен То, что лапша Получилась действительно вкусная Она очень насыщенная Очень пряная Очень много специй Ост Вот можно же Можно же сделать Такую лапшу Просто вкусной Добавьте кучу специй И всего остального Она будет просто вкусной Она Реально офигенная Лапша очень качественная Куча добавок Ну нахрена так Остро-то делать? Мне, знаете что? Мне Мне больно дышать Мне больно говорить У меня губы горят Просто капец Ну вообще Это, конечно, наша ошибка Мы не подготовили Ни молоко Ничего Но Я считаю, что Это того стоило Друзья У меня сейчас в руках Лапша Суан Ля Фен Судя по всему Это Какая-то Распространенный вид Китайской лапши Не такой распространенный Как рамен Но, тем не менее Имеет место быть И Вот по моим ощущениям Я могу Поставить Ну Это точно не самое острое Что я пробовал в жизни Был у меня Опыт Если в своей жизни Вы не пробовали ничего Острее говяжьего дошика То эта штука Мне кажется Опасна для здоровья Мне кажется Что ее нужно запретить В России Хотя в России Она особо-то и не продается Ее нужно запретить Женевской конвенции У нас на вилке Друзья Смотрите Осталось немножко соуса Хочешь еще попробовать? О нет На попробуй Не-не-не Да что ж ты Да тут капелька всего Нет Посмотрите Она реально Выглядит так Черно возьми Как будто бы это Какая-то Кислота Которая разъедает Бетон Не все Ну и нахер Это тоже нахер В общем друзья Надеюсь что вам понравился Сегодняшний ролик Как минимум Для меня Это была дегустация Самой Острой Лапши Быстрого приготовления Которую я когда-либо видел Она конечно Не сравнится с том ямом Который можно попробовать Где-нибудь там в Таиланде Он там В разы острее Это как раз Самая острая штука Которую я когда-либо пробовал Тогда мне хотелось Просто вырвать Все внутренние органы И избавиться от них Потому что они просто Горели изнутри Давайте так Если под этим роликом Собирается 30 тысяч лайков То я на камеру Попробую Тайский Том ям Прямо в Таиланде Мы закажем Самый настоящий Самый острый Самым большим количеством Перца Или чего-нибудь там добавляют Я не знаю Слезы сатаны Кровь сатаны Там все что угодно Это реально Самая острая штука Которую я когда-либо пробовал С вас лайки друзья С меня контент Меня зовут Тимур На этой ноте я с вами прощаюсь И побегу пожалуй в магазин За молоком Потому что мне реально Очень хреново Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok